Так, продолжим аналитику. Вчера посмотрели левых колоедов, теперь смотрим правых колоедов, точнее новичков. Давайте рассмотрим на Турцию, что у нее вообще по доходу. Ну, доход неплохой, относительно других вообще достаточно солидный доход, относительно МП турка такое, сойдет, короче. В принципе, тут главная проблема в том, что я уже вижу, что человек покрасил не по клаймам. То есть, смотрите, у Турции вообще великолепное дерево миссий. И если идти, ну вот, по ним, то дадут там клаймы вот и на Алеппо, и на вот это все. Ну, естественно, вот тут он потратил очень много админки, очень много дипки на то, что замирился на прово, естественно, которые, ну, типа, unjustified demands. То есть, замирился на провинции, на которые не имел клаймов. Ну, а так, что, червица в Индию, насколько, ну, точнее, выглядит как червь в Индию, может и Тимура, наверное, попилить, и Мевар попилить. Давайте чуть-чуть посмотрим по застройке, что у него тут. Ну, такая застройка. Можно еще тут две штучки построить. Ага. Маркетплейсы стоит поставить ТК. То есть, тут ТК, тут ТК. Вот это, типа, ленивый стоит, честно говоря, стоит, потому что 3D в Ленда, достаточно хорошая территория, обычно лучше Курдисан стоит. Но тут зато две цешки, можно, в принципе, не париться насчет того, что не хватает торговой силы на Курца. Тут, короче, я, насколько понимаю, дохода мало, потому что очень много автономии, да. То есть, тут 20, 20, 20, 20, тут везде нужно понизить автономию, все будет не так плохо. Мехмед жив, Мехмед райдшес, то есть, легитимность, неудача, то есть, плохой трейд. Но так, я бы вот этого наследника, наверное, все равно кикнул, чтобы хотя бы рерольнуть себе наследника. Потому что, ну да, тут вроде бы 10 статов, но, блин, на турецкой ФПшке хочется побольше. То есть, 10 это все-таки для Турции, мне кажется, маловато. Так, его союзник верный, что у него, Крым в союзе, проход с Венгрией. Ну, не знаю, он, типа, может попилить как, в принципе, Индию, так и Тимурида. Тут у него мамл сдох, то есть, он может его, в принципе, докрасить. Поэтому я бы, наверное, ну, как минимум, фулл нот Александрии забирал, чтобы у тебя Эфиопия как-то очень сильно не усиливалась, потому что Эфиопия, это всегда может доставить проблем. Ну, то есть, смотрите, куда Эфиопия реально расширяться? Ну, вот она съест вот это, тут Тимурид, потенциально твой союзник. Вниз она не пойдет, потому что у нее в союзе килло. Но это в сумме дает то, что Эфиопии, типа, или влево идти в Тунис, или вправо в Турции. И Турции вообще это невыгодно. Лучше дипломатически выгнать отсюда Эфиопия, сказать, можешь заниматься чем угодно, там, мамл к ней не придет, но я забираю там фулл Александрию, что-нибудь такое. А так, что, сидит по ФК пока что, пошел помог пробить Москву, Крыму. Ну, типа, убил потенциального соперника к топ-1, но, ну, вообще, вроде не поел много говна. Да, четыре займа, и все однопроцентные. Не так страшно для него. Посмотрим, у нас союзника, это Крым. У Крыма 13 дохода, 4 от ноледшейинга. Сойдет, скажем так, сойдет, что у него тут, 5 займов, 5 настоящих займов, потому что, наверное, да, у него сословия вот так выглядят. Тут, наверное, нужно сизлать нажать, еще не нажать, если дают нажать. Москву один раз победил, не знаю, будет ли вторая война, давайте посмотрим, сколько у него лимита, 22, не так много. Ну, тут есть яишки, еще их, в принципе, можно подкрасить, и что, турок хороший союзник для Крыма. Как я уже говорил, Польша, вероятнее всего, умрет, и он, в принципе, сможет и тут подъесть. Ну, и типа просто собрать обратную Россию, да, быть не таким темповым, не таким сильным по итогу, как обычная Россия, которая собирается там с Москвой, но это вообще не шутка. Так, Москва, их главный противник. Что тут, 9 доходов, меньше, чем у Крыма, лимита 33, минус 1 стабильность, это банкротство. Панкротство до 64-го года. Василий Тёмный не убит, война, видимо, началась раньше, чем можно было его убить, но хочется все-таки убить-то Василия Тёмного, потому что он не очень хороший союзник, как правитель Василия Великого-то, ну и плюс Василий Великий с Кудс-Продюс. Ну, что тут, блин, ноль легитимности, ну, просто ждать, когда вот этот Калаед умрет, пытаться отдефаться от Крыма, потому что Крым очень как-то очень неприятный. Не знаю, странно, просто странный покрас, учитывая то, что вот я совсем недавно выпустил гайд на Москву, и я там плюс-минус все расписал, и вот красить Новгород вот так, да, ну, то есть у него даже нет хумелей-трайвл, это ошибка. Если ты вот думаешь, что будешь воевать с Крымом, нужно захумелеть, это тот же Новгород, типа через сброс перемирия покрасил Тверь, тут много автономии, насколько я понимаю, да, очень-очень много автономии, 50 автономии почти во всех провах, раз что в этом стыке тут он понизил, но нужно и в родных провках-то все-таки понизить, что очень сильно исправить ситуацию с доходом. Выжить ли против Крыма можно? Да не знаю, мне кажется, но если один на один, то Москва, скорее всего, и закачает. Нужно просто Турция погибли и сказать, дай мне, типа, дуэль один на один, ну что, этот Крым будет расширяться, но он же не совсем тебе друг. Ну и дальше уже что-то придумать. Можно заслезить Польшу и, в принципе, пойти убить Крым, но Польша, скорее всего, не согласится, потому что она занята делами. Вот тут в этом регионе ничего не будет восстанавливаться, но можно в теории просто переехать в Балтику, то есть базовая Балтийская Москва. Тут Чубрик сформит Россию на Крыме. Ну, тут тепла может помочь, а вот какой-то фейвор дуэль один на один вряд ли будет. Ну, может быть, если заслезить, типа, Тимурида, как противовес Турку, а Крыма он сильнее один на один, и, типа, напасть на Крым полностью его засиджить, заставить обанкротиться, тогда да, можно выиграть. Пока что один на два, то есть один против вот этих двух чили-бомберов, возможности такой нету. Так, Эфиопия. Что тут? Ну, победил Маблюка, тогда нужно посмотреть Маблюка. Проиграл Эфиопии, 20 дохода, доход все еще неплохой, 38 лимита, 45 поднята, забрали у него его Константинополь, Каир. Такого червяка очень неприятного сделали, если построят в нем крепость, будет тоже очень неприятно. Дипломатить, наверное, с Тунисом можно, или Турком, чтобы они помогли. Ну, потому что, насколько я понимаю, тут уже нет возможности победить один на двух, ну, один против двоих Эфиопии и Киевы. Не знаю, просто Мабла, его главное преимущество в том, что он очень быстро добирается до Эфиопии, кидает вот сюда угрозу и просто идет, закачивает Эфиопию. Как не получилось все это у Мамла, я, в принципе, ладно, я понимаю, это просто новичковое. Ну, а так что вот? Может, домики есть? Если он не шел воевать. Нет, домики не строились. Тогда, честно говоря, не знаю, тут еще Алеппо отдал. И я, ну, отдал Алеппо, да, а что он получил? Тоже все очень важно. Крепость Табуки достаточно бесполезная, я бы снес. Ну, шансов выиграть есть, как мне кажется, ну, потому что лимитов все еще много, дохода не так мало, то есть там не три дохода, как на Франции, и что-то сделать уже можно, но, блин, помощь нужна. То есть реально хочется какой-то помощи, ну, может быть, отсюда помощь. Реально просто по дипломатии с Сангаем, без шуток вот сказать, Сангай, брат, хочешь вообще торговый узел Эфиопии, мне главное выжить. И Сангай такой, ну, вообще давай. И тут просто нападает на Алодию, вассалит ее, и Сангай забирает одну провку и может корить вот здесь провинции. То есть как-то оттолкнуться от диплы. Насчет менеджмента, ну, правитель вообще бомбезный, как для Мамла, то есть очень хороший, черкес, кстати. Все остальное достаточно грустно. Ну, это что, ну, 4 провинции скушено, а тут еще 5 провинций скушено. Эфиопия победила тебя, и в сумме ситуация на карте не очень приятная. Не знаю, Мамла, в каждой новичковой вообще какая-то неудача его преследует. Его враг, Эфиопия. Те же 20 дохода, лимит от всего лишь 20-очка. Генерал, это... Это эфиопские генералы? Генерал 6-2, стрелятель. Так, золото, золото. На этом золоте гудс есть. Ну, и на этом золоте гудс есть. Декреснул автономию. По-моему, вот этот ивент, он снижает автономию до нуля. Насколько я знаю. Столицу почему-то в Сидаву перенес. Честно, не очень понимаю почему. Ну, блин, автономии очень много. Просто потому, что это Эфиопия. У него есть Crownland ownership, минус 0.20. И Decentralization State. Это дебаф Эфиопский, который по 0.2-те срезает Crownland. На Эфиопии вообще очень тяжело жить. Но Мамл побежден. Главное оставить Мамла одного. Закрасить Александрию, наверное. Вот тут это все покрасить. Вот тут покрасить. И, в принципе, будет такая страна неплохая. Территорий, правда, как на мой вкус маловато. То есть, да, то есть, ну что, тут развития не так много осталось. Реально очень, ну, немного реально дэвы. На мой вкус, да, маловато территорий. И так-то, что, не знаю, Эфиопия это, ну, потенциально это сильная страна. Потому что у нее очень много дохода золота, да. То есть тут 16 доходов золота, а остальных доходов 4. Но тут нужно, типа, куда-то уже будет потом выбираться. А вот все очень плотно и не совсем понятно, куда выбираться. Союзник его килванец. Килванец. Тоже те же 20 дохода. Те же 18 лимита. Соответственно, что, ну, победил Мамла. Угрозы нету. Собрать Зензибар. Той, как тут не очень все это интересно покрещено. Вот сюда все-таки надо все это докачать. От этих всех колоедов. У него есть два субъекта, насколько я понимаю. Да, Бицемарака и розовая фигня. Ну, так они аннекситься не будут. Ну, не знаю, что. Два субъекта. Вот тут. Нужно вот это зафокусить. Потому что вот этот весь кал, он у нее деньги ворует в Зензибаре. А так, если он, типа, будет получить 100% с этого узла, а не, сколько он, 36%. Я думаю, все будет намного лучше. Тут он деньги тащит. Наверное, выгоднее даже тут просто деньги коллектить. Но это не точно. Это все нужно протестить. Морави закачал. Конго союзник. Кто? Конго никто. Ну, потенциально еще вот тут будет у него развитие, которое он сможет поесть. Ну, здесь нужно будет смотреть, какой еще Конго посилят. Но так-то угроза Мамла нивелирована. Так что можно просто покачаться. Тут будет сессия кача, скорее всего. Как правитель стартовый, наследник 3-2-4. Ну, блин, наследника бы убить. Ну, не знаю, 3-2-4, это же... Или даже не нас... Ну, хотя ладно. Не, может реально наследник. Потому что, ну что, он убьет правителя. У него 17-летний, 3-2-4 придет. И буквально он выиграет с этого одну дипку. Это вообще не вайлю. Ну, то есть мало-мало статов правителя. Реально очень мало. Тут нужно с этим что-то реально придумать. Потому что, ну, 9 статов это не солидно. Так, Конго. Так, по игре, что, заколлектить свой ноут, скорее всего, убить Конго. Потому что справа вообще не будет никакого, соответственно, местечка для подкачки. Ну, может быть где-то вот здесь местечка для подкачки. Но лучше стабильно сыграть, убить Африку. Или засасаться с Африкой. Так, Конго. 8 дохода. 16 лимита. Половина от килл, соответственно. Ну, лимита нормальная для Конго. А вот дохода, ну так. А в автономии много? Да, автономии много. Нужно, наверное, попонижать. Но нету рекрутов, чтобы это все подавить. Правитель 0-5-3. Наследник 3-2-4. 3-2-4 тоже плохой наследник. Так, тут, че, квесты? Не знаю, ну а с чем он мажет руками? У него же тут же квесты, вот это все. А, ну не докрасил. Полный ГГ. Не знаю, можно типа вот на эту яишку напасть. Сейчас, с кем у него союз? Вот на эту яишку напасть. Сепарадно замерить вот этот калл, нажать квест. Он даст клаймы вот сюда. И все это покрасить. Но для 63-го покрас такой себе, скажем так. Форсил институт, не форсил. Ренессанс. Один раз качнул. Нет, даже два. Два раза пемпу качнул. Но Ренессанс, кто ему привезет Ренессанс? Ну вот тут никто не едет пока что. Может быть Англия, если возьмет Эксплор, приедет вот сюда. Но пока что доступ к Ренессансу не присутствует. А если киллок тебе враждебная, то Ренессанс нужно форсить самому. Поэтому не знаю. Гонго сейчас в сложной ситуации. Покрасил он слабенько. Из-за этого все, соответственно, проблемы. То есть, что тут есть еще? Техи, четвертый мил тех. Нету Ренессанса. Стоп. Ну, у Киллы, не знаю, для 63-го года у Киллы уж должен быть. Нет, нету. А где вообще есть? В Менгале есть. Больше, в принципе, в Азии-то в целом и нету Ренессанса. Вот тут, кстати, пассивно накапывают Ренессанс. Наверное, Эфиоп поэтому и не ест. Можно, кстати, есть у меня такая идея, что на Эфиопии можно вот эту провинцию не захватывать, а обкусать ее вокруг. И тогда здесь будет постоянно пассивно шариться институт. 0.25, 0.25, 0.50. То есть, ты бабки сюда вкидываешь, и у тебя тут по 0.5 институт шарится с таким увеличением. Еще супер кайф. Ну, это, кстати, грамотная идея. То есть, можно даже не качать институт, потому что качать институт обычно супер в падлу. Так, теперь давайте посмотрим Тимурида. Для него убийство Москвы это вообще гиганайс, но вроде бы турок не очень френдли. А, что, клайм мазал, не мазал. Ну, на Тимурида не мазал, но залез в этот стейт. Это очень странно. А так, что? Тимурида сидит. С Дели не враг, ничего. Красит Чагатай. Мне кажется, это супер правильный мув, потому что вот тут, скорее всего, две страны дохлые. Ну, потому что они повоевали 8 коррупции, 0 коррупции. Но, в целом, они наелись друг об друга говна. Ну, и, соответственно, Тимурида вряд ли-то в Индию хочет прям идти. Ну, короче, а мы в Индию что-то в падлу идти. Это непонятно-то. Можно зачилиться, покушать фриш на Китае, покушать вот тут. Самарканд покушать, потому что Москва не будет вообще никак прийти надавать. Потом придет когда-нибудь Крым самаркандский. Точнее, Крым, типа, сформит Россию. Но, честно говоря, не знаю. Ну, что, ну, сформит Россию. Ну, будет ли он сильнее Тимурида? Да фиг знает. Я думаю, нет. Тимурид 30 дохода, 54 лимита. В принципе, очень-очень боевой. Плюс все квасты у него, скорее всего, заряжены. Окей. Вот это закрасить будет Атришин. Тимурид лидершип. Ну, это одно. Две стампы поднять. Тут шок дэмэдж. Тут еще 10 моралей. Тут еще 10 моралей. Просто нужно 40 тысяч нанять. Но это все в сумме делает так, что Тимурид очень боевой. Куда-то может заряженно пройти. Но я бы сходил бы просто в Китай. Да. И просто покрасил бы фридев. Тут бы я, наверное, уже забил хуй. Ну, реально заключить два Нинапа. Мивар Дели. Все. Сказать. Мужики. Жарьтесь там в своей этой говнобочке. Типа индийской. Как хотите. Если кто-то там сдохнет, то ты его просто доешь. Если никто не сдохнет, ну что. Ну, ты не очень от этого расстроишься. Покрасишь типа Индию. Сойдет. Так. Наверное, тут я также посмотрю этих индусов. Потому что, ну, достаточно логично посмотреть Турцию, а потом Индию. Дели. Что тут? Тут посидел победитель золотой коровы Миша М. 24 дохода. Ну, а потом пришел типа новичок. Соответственно, 24 дохода имеет. Правитель 3-2-1. Базовая ситуация для логи Династии. Ну, наследник 4-3-1. Рассчитывает, что умрет правитель, а придет наследник. Наследник, ну, всего на два стата лучше. Небольшое, так сказать, преимущество. Не знаю, наследников бы побольше иметь там. 1-1-1. Этого, наверное, уже недостаточно на данном этапе игры. Сюда вообще не буду заходить в эти сословия вонючие. Азиатские. Так, что тут еще? Есть возможность взять админтех, но не берет. Ну, пятый админтех все-таки придется брать, потому что админки накопятся. Ну, ты не можешь. Ты не можешь получить и институт. Да, то есть, тебе не могут его зашарить так, чтобы у тебя, типа, там, очки на пятом техе не сгорели. Ты даже на той же Москве ты берешь пятый тех, потому что выбора нет. Что, сидит, думает. Четвертые техи. А у Тимурида пятый тех. Не знаю, Тимурида может, типа, вдавить шестой тех и один на один дали закачать, если ему дадут один на один. Это, в принципе, кстати, также очень интересный вариант. Сидит, Тимурида. Можно ли Тимурида попилить? Ну, у Тимурида нету серьезных союзников, потому в союзе с Миваром вполне, наверное, можно попилить. Так, сама страна, что, 24 дохода как-то маловато. Хотя, налоговых домиков много, с автономией проблемы. А почему это не в стыке? Короче, странно. Но это странно не в стыке, это кал. Потому что тут, как бы, уже даблкорки. Потому что это Аделийские провинции. Это точно увеличило бы доход. Так, он сидит на сунете, девкоз взял, сидит, скачается. Легализм бы настакать фиктивками, чтобы нажать техи. Ну, не знаю. Убивают, ну, если Турок убивает Тимурида, гиганайз. Можно покушать там Лахор, Самарканд. Быть очень большим, очень толстым, очень довольным. Если Турок убивает Индию, то можно, в принципе, ее и продать. Не знаю. И типа самому пойти Бенгала убить. Но можно и с Индией подефаться. Это тоже вполне реально. А так, что, сидит, накопил миллион очков. Не знаю. Ну, тут, в принципе, ничего такого прям особенного нету. Есть 100 милки в загашнике. Стабилит лист 2. Просто страна как страна. Так. Ой, блин. Еще так мало. 15 дохода. Мивар, что ли, не качанный. Мивар качан. Или что ли? Нет, диплитит. Тут в сумме на 8 очков. Импровод 3 times. Да, не качанный. Тут, не знаю, квесты не повыполняли. Нужно построить крепость в Марваре. И тогда будет типа норм. Нажать вот этот квест. Тут еще нажать 2 квеста на развитие. Тут целых 4 дипдевы в золоте. Вообще супер кайф. Что-то этот регион закрасил. Эту штучку он еще не зааннексил. Его нужно обязательно зааннексить. Потому что она дает дальше по квестам перманентные клаймы. Хотя, блин, она дает вот сюда перманентные клаймы. А вряд ли он это получит. Ну, не знаю, что тут. Лимитов сколько я смотрел? 20. Немного лимита, немного дохода. Золото не качанное. Зачем-то вот сюда столица перенесена. Институт, что ли, здесь качал? Фиг знает. Не знаю. Вот это докрасить, как минимум. Ну, это просто... Вот как минимум вот это докрасить. Заннексить вот этого Калаеда и нажать квест на... В случае войны нажать квест на 30 армии 3D. Так, что... Ну, ждет у моря погоды. Ему нужно рассчитывать только на то, что убить Тимурида. Да, типа, чтобы... Ну, с турком задиблить, чтобы убить Тимурида. Потому что если они убивают Тимурида, и Мивару типа норм. А пока что, если ситуация развивается, как мне видится, что Тимурид просто вот пойдет в Индию, то Мивар, скорее всего, умрет. Ну, можно упасть в колени. К турку сказать, пощади, пожалуйста, сделай своей маркой. Будем засасываться, засмактоваться, будем сидеть, кайфовать. И за счет этого выжить. Ну, не знаю. Просто, ну, не качалое золото, это супер ошибка. Как мне видится. В сословиях тоже какие-то проблемы. Тут 5 Девкоста. Не знаю, много очков, короче, потерял просто на ровном месте. Так, Бахмани. Ну, вот это... Это не база, вот это кринж. Вот, ну... Блин, вот такой совет новичкам. Ну, вот если вы сидите с инострану, внимательно посмотрите, что вам вообще квесты дают иностранок. Но они же не по приколу вам даны. Вот есть вот здесь квест, который 30 автономии требует сбить. 41. Сейчас тут декрисит. Ага, курент аппарат. Парайзинг. Да, тут декрисит. Ну, тут... К сожалению, автономию в этом стете вообще хуй собьешь, если у тебя не 20 коронных земель. В сословиях тоже какая-то фигня, потому что у него 14 юнити. Так не должно быть. Тут нужно обязательно вот эту кнопку нажать. В сословиях все-таки нужно прокликать. Келадий красит. Турок к нему идет. Дохода у него 24. Сойдет. Лимит от 35. Тоже сойдет. Ну, блин, я бы... Вот если задумываться о покрасе игроков, я бы скорее не задумывался. Я бы покрасил вот этот регион, сбил бы автономию, застроился. То, что тоже автономии очень много. Вот смотрите. Средняя автономия 45. Ну, это просто охуеть сколько автономии. Просто страна не живая, мертвая. Тут нужно... Если ты даже не хочешь это даблкорить, нужно поставить в полстейта. Вот так. Потому что будет не 90 автономия, а 50. Что же... Хоть как-то скажется, да, на доходе. Тут также в андхре поставить. Плюс андхро он не докрасил до конца. Поэтому он не сможет нажать квесты. Вот здесь. Конкур андхро. Гроуинг колконда. И потом нажать пермаклаймы. И тут купца. Там трейд офишенси. Много очень бонусов. Нужно квесты все свои посмотреть. Стартовый правитель сдох. Пришел 3-3-4. Наследник 4-0-3. Я бы все равно, несмотря на угрозу турка, убил бы этого черта. Порассчитывал бы на тяжку. А, нет. Она же для сунитов не падает. Тогда не знаю, на что порассчитывал бы. Но 4-0-5... Ладно, 4-0-5 сойдет. Можно не убивать. Так, ну, не знаю. По покрасу типа норм. Но глобально ситуация такая. Очень поджатая. Потому что вот тут не взял провку. Вот тут не поставил в пол сейта. Вот тут не сбил автономию. Че, правитель у него умер. Интересно, я в дебаг моде? Не, я не в дебаг моде. Возможности узнать есть. Прохнул ли у него ивент на 5 морали? Нету. Ну, так, че. Докрасить регион. Сидеть, качаться. Навязывать ли конфликт с Миваром? Точно нет. Дефать ли Индию? Да. Нужно сплотить вокруг себя индусов. Сказать, турок ты не пройдешь. Иди пилить Тимура. Один на один ты его изи запилишь. И вокруг этого строить свою дипломатия. А вот можно в принципе и договориться с турком. Типа продать ему вот этих двух чилибомберов самому. Типа съесть вот это, вот это, вот это. И типа быть очень хорошей и солидной страной. Так Лемурлак делал. Просто продавал весь регион Гуджарата, Лахура. Это все сжирал турок. Был очень довольный, урчал. Но сама страна не думает, что прям может как-то поконтестить турка. Так, Бенгалия. 29 доходов. Кстати, самый, самый богатый, самый солидный индус. Но его солидность, ну вот это, не знаю, вот. Блин, как это вообще произошло? Ну это же, ну я не то, чтобы... Ну это же, ну вот вас просто яишка обошла. Вот это все засиджили. Когда яишка одну пробку начинает сиджить, вам просто нужно войска чуть-чуть увести, потому что ее тут не так много. И тут всего же 12 тысяч. Ну вот они только идут. Плюс вот тут все оккупируется. А, ну это наемники. Окей. Так, окей. Вот это nice. Вот это like за вот этот move. Это очень выгодно. Это тоже like, тоже move очень выгодный. По сути, зафокусил торговый узел бенгалии. Собрал тут почти все. Осталась только вот эта яишка. Но ее, в принципе, тоже в ближайшем времени можно покрасить. Вот тут забрал ТЦшки. Сейчас вот тут заберет ТЦшку. И будет вообще все бомбезно по торговле. И будет получать доход с торговли. Потом пойдет, наверное, куда-нибудь вот сюда вправо красить. В Союзе непонятно что. Ни Союз ничего. Кронленды. Можно, кстати, продать. Деньги вряд ли лишние будут. Нету, кстати, соедника. Возможно, умер. 3-2. Соедники хорошие. 0-5. Блядь. 0-2-5. Но это точно кик. Кик до крипов от этого чела. Но вот это ошибка. Ну, постройте пару домиков. Ну, что вам жалко. Сами же с них доходы будете получать. Институт зафорсил. Тут стоит институшен спред. Что, а вот... Ну, не, у него импрейс от Ренессанс. Тогда этот эдикт стоит все-таки снять. И вот этот эдикт стоит снять. Интересно, сколько этот эдикт вообще в жизни стоял. Так. Так, 18 лет. Защитный эдикт в Вест-Бенгале. Ладно. Ну, ладно. Да, такую маленькую аналитику по регионам, что я посмотрел. Турок сойдет. Тимурид сойдет. Бенгаля неплохая. Остальные страны пока что им нужно заняться селф-кер. То есть, покарься там иишек. Позбивать автономию. Построить, может быть, даже задуматься о домиках. Потому что сейчас... Ну, короче, тут все движения со стороны дипломатики, будет от Турции, тем более, да. Все остальные вокруг — это просто придатки. Как мне кажется. То есть, индусам тяжело. Бенгали, честно говоря, наверное, уже в такой ситуации впадал. Дефать турка. Ну, просто он самый богатый и самый сильный, грубо говоря. То есть, и с институтом. Можно просто никому институт не продавать. Здесь из-за союзи Тимура Турка. Очень довольны быть. Но непонятно, что с Саютай. Но Итай я посмотрю позже. Но с Саютай, я думаю, это все будет норм. Просто по той причине, что никто не красит мины. Вот это мех. Спасибо. Только что набили. Давайте я вам помогу. 108 клави Scot plainеленм 50 лет 50 лет 15 лет 70. 101.